Расскажу немного о себе. Меня зовут Азат Есенов. Я по образованию айтичник, окончил КБТУ. И вот уже более 12 лет занимаюсь аналитикой. И сегодня здесь перед вами для того, чтобы поделиться своим опытом. Прежде чем начать, я сейчас стоял здесь немного в углу, и когда руки подняли большинство студентов и молодых специалистов, я аж вдохнул с облегчением, потому что я раньше был на одном из метапов тоже здесь. И, кстати, шикарно все преобразовалось с этих пор. И выступал один спикер, потом его завалили жестко, типа, что скрам — это не методология, это фреймворк и так далее. Я опасался сегодняшнего. То же самое, что будет. Но я думаю, что действительно мои знания, которые я накапливал в течение 12 лет, я сжал в одну презентацию и очень надеюсь, что она будет полезна для вас. Итак, начнем. Я работал в компании FMCG. Кто знает, что такое FMCG? Ну, отлично. Это такой интересный бизнес. Из-за того, что там высокая сумасшедшая конкуренция, очень-очень компания data-driven, пытается всегда увеличивать свои доходы, минимализировать расходы, и поэтому там очень важна аналитика. И этим я занимался. Есть такая гипотеза, что тот, кто потратил на некое действие больше 10 тысяч часов, он достигает в этом мастерства. Например, если вы не умеете играть на пианино вообще с нуля, потратите 10 часов и будете играть там как бах, не знаю. Я посчитал, я примерно потратил 24 тысячи часа на Excel. Затем я плавно переходил в макросы. Вот Visual Basic for Applications. Это то, чему нас учили в свое время в КБТУ. Делал макросы. Затем перешел в Microsoft Access. Затем перешел в Google Таблицы. Перешел в Google Studio. И сейчас мы занимаемся тем, что я вам покажу чуть позже. На данный момент я являюсь предпринимателем. То есть после 12 лет в найме я решил открыть свое консалтинговое агентство и предоставлять услуги для малого бизнеса, потому что не каждый малый бизнес может позволить себе штат 5-6 аналитиков. И все те методологии, те инструменты, которые мы делаем в крупных компаниях, на данный момент мы применяем в малом и среднем бизнесе. По ожиданию я примерно, в принципе, услышал, что наверняка вы хотите услышать в целом, какие практические навыки, знания могут применяться в индустрии. Если по ходу презентации у вас будут вопросы, то задавайте. Как я сказал, у нас консалтинговое агентство. Мы оптимизируем бизнес. То есть клиенты, обращаясь к нам, они начинают работать до 100 раз быстрее за счет того, что у них нет бумажной работы, нет отчетности по WhatsApp, как сейчас принято. Все это синхронизовано, все это в электронном виде. У нас еще один вопрос. О нашей компании у нас как больше не компания, у нас 10 человек, мы как больше такое сообщество таких единомышленников, которые любят раскрывать потенциал, которые любят оптимизировать бизнес-процессы. У нас практически весь Казахстан является нашими клиентами, от крупных до малых предприятий. Среди них самый крупный клиент сейчас это Сарабулак, птицафабрика под Алматой. Далее компания Улькер, это мой бывший работодатель. Как знаете, буквально недавно Джонатан Айф покинул Apple, и первым клиентом его компании стал сам Apple. Ну я как бы в микромасштабе поступил точно так же. Компания Processing.Z, здесь есть некоторые представители, и мебельная компания Zeta. Вот мы им помогаем автоматизировать отчетность. То есть я, мы изначально думали, что мы такие крутые аналитики, а давайте-ка начнем Data Science изучать, продвигаться. Потом были на одном из мастер-классов Кати, и поняли, что мы очень далеко отстали, и сейчас нет смысла идти дальше Data Science, поэтому я больше специализируюсь именно по бизнес-аналитике. Это как бы является фундаментом для предстоящего, для Data Science. Ко текущей ситуации, что на рынке происходит? Во-первых, во многих компаниях очень много источников, и чем больше компаний, чем больше источников. Они очень разнородные, разный формат. Там есть и мобильные продажи, бюджет делается в каких-то Excel-файлах, есть еще и ERP-система и так далее. То есть огромный лес, зоопарк данных, затем кто-то пытается их собирать это все в Excel, там тысячи формул, которые ломаются при открытии на другом компьютере, пересылается файл один к другому, там возникает конфликт версии, а потом попробуй их объединить и так далее. Следующая проблема, что здесь бьются данные. То есть топ-менеджмент, он видит в офисе все свои данные, но большая проблема возникает, когда данные должны быть доступны для полевых сотрудников, для тех, кто постоянно находится вне офиса, работает в суровых условиях. И цель крупных компаний – предоставлять им такую же информацию, своевременную. Это занимает очень долгое время, подготовка отчетов. Это на самом деле… Сейчас я позже расскажу об этом тоже. И в общем в итоге, что бизнес работает очень часто вслепую и полагаясь только на интуицию менеджеров. То есть я работаю как минимум в трех крупных компаниях, и везде одна и та же ситуация. Но, конечно, я в свою очередь пытался дать какой-то вклад, настраивали мы аналитику, и это было очень полезно. Но все равно это недостаточно сейчас. Поэтому, если вы интересуетесь аналитикой, то, как говорится, сейчас у вас непаханное поле. Очень-очень на самом деле у всех у нас очень много работы. Вот мои проработодатели. Это компания Danone, это бренды Rastishka, Activia, Actimel. Это компания Ulker, бренд Albini. Очень интересно. Я работал в этих компаниях по пять лет в каждой, и я делал абсолютно одинаковые вещи. Что там, что там. Именно поэтому я сегодня уверен в этих знаниях, и могу сказать, что если в двух компаниях одни и те же потребности нужны, то, скорее всего, эти данные нужны всем подобным компаниям. Ну, это примерно такая схема. Один из модулей, как работают данные, что у нас на самом деле таких схем около 10 может быть. Это одна из них. Сам такую красивую подобрал. У нас есть филиалы, которые отправляют в неком экселесском формате данные по почте. Они попадают на постоянно включенный компьютер, на котором постоянно запущен Outlook. И там есть макрос, который при получении нового письма по заданному отправителю и по теме. Он сохраняет файлики в какую-то сетевую папку. Затем запускается некий скрипт, который эти данные парсит, то есть дробит на такие атомарные срочки, заливает в OLAP-систему. Что такое OLAP, тоже объясню. Эти данные агрегируются и приходят в виде сводки для пользователя. Можно сюда же подрубить Telegram-бот. И какой-то, если продвинутый аналитик, он может использовать Pivot Table. Это такая классическая схема потока данных в современных хаосстанских компаниях, которые занимаются торговлей. OLTP и OLAP. OLTP – это та система, в которой хранятся транзакции. Самый распространенный. Можешь сказать, что какая она самая известная OLTP-система у нас? Ну, в компаниях. Да, верно, 1С. Это уже стало отраслевым стандартом. И от компании, от малого до великого, все используют 1С. Крупные компании используют Oracle, GD AdWords, а самые крутые используют SAP. SAP – это такая немецкая 1С. Там хранятся операции. Там заведены бизнес-процессы. Там держатся стратегии бизнеса. И отдельно от нее есть система OLAP. Там собирается информация. Там делается аналитика. Очень многие компании… Ошибка в том, что они пытаются из OLTP выжать OLAP. То есть 1С там и так, если пользователь много, она зашивается, мол, долго работает. А там какой-нибудь аналитик нажимает, там сформировать отчет за 3 года. Она вообще зависает и вся компания встает. Поэтому разумным является вывести из 1С данные куда-нибудь в отдельное хранилище. Там их обрабатывать, агрегировать. Следующий слайд покажу. И на основании него делать готовые отчеты. И здесь, может быть, самый большой совет, на котором я набил кучу-кучу шишек, потратил кучу часов – это как раз таки мастер-данные. Без качественных, красивых, понятных, классифицированных мастер-данных, бесполезно строить какую-либо аналитику. Очень часто, когда такой воодушевленный аналитик начинает какие-то отчеты делать, там что-то строит, а потом выясняет, что бизнес говорит, а у нас эти мастер-данные не совсем корректные, их надо было вначале поправить. И мы полностью переделываем всю логику, все отчеты, все скрипты. Поэтому лучше потратить 80% на подготовку мастер-данных, на их очистку, и 20% уже на отчеты. Что имеется в виду под мастер-данными? Например, один из наших клиентов является Shokan Suits. Наверняка слышали, они такие известные парни в Инстаграме, продают казахстанские костюмы. Вот они наш клиент, и прежде чем начинать работу, мы сейчас классифицируем все их костюмы. У них как раз много нюансов есть. Тонкий крой, толстый крой, двубортный, однобортный. Мы маппим эти данные как следует. Там около 200 позиций. Каждую номенклатуру, артикул, цвет, производитель, поставщик. И только после этого мы можем делать правильные отчеты. Теперь, надеюсь, понятно, да, чем я говорю? Что такое-то тишина в зале? Всем же понятно пока? Отлично. Про мастер-данные чуть-чуть. По-другому не можете, то не знаю. Про мастер-данные. Ну, хорошо. Самый такой, начну, простой пример. Есть справочник номенклатуру в 1С. Там, как минимум, есть артикул и наименование. И практически все компании это используют. Некоторые еще как-то логически пытаются их рассортировать по папкам. Самым лучшим методом является при создании этих номенкулатур задавать кастомные свойства. То есть зайдете в 1С, выберете номенкулатуру, там можно добавить бесконечное количество свойств. Например, если мы продавали в Danone, там есть это свежий йогурт или UHT йогурт, какой у него граммаж, какой у него бренд, какой у него суббренд. И мы в 1С киже забиваем это все данные, затем они выгружаются в нашу OLAP-систему и там это формируется. Потому что если это дело где-то на стороне, то возникает постоянно вопрос. Поэтому хорошая аналитика строится еще до мастер-данных, то есть при создании позиций должна быть некая-то такая политика, как создавать эти позиции. Надеюсь, на ваш этот вопрос ответил. Хорошо, спасибо вам. Вот что такое OLAP-куб. Это различные измерения. То есть вообще данные разделяются на два вида. Это измерения и метрики. В измерениях относятся это что, где, когда, как. Например, в компании Danone и Ulker, это есть такая самая атомарная разбивка. Это кому продали, конкретному клиенту, какое конкретное SQ, это номенкулатуру, stock keeping unit и какой день. Зная эту вот атомарную мелкие-мелкие-мелкие кубики, мы из них, как пластилин, можем рисовать более крупные кубики, различные отчеты. Потому что в чем боль Excel? Потому что Excel сохранит вот такие данные. И если мы там пытаемся что-то обновить, он очень начинает вискнуть постоянно. А данных очень много, поэтому раз в сутки данные извлекаются вот в таких вот маленьких-маленьких ячейках. Затем они там в 6 утра или в 5 утра они вот в такие группируются большие блоки, и к 9 утра они готовы, и пользователи видят готовые отчеты. То есть им не надо ждать, пока эти все формулы будут часами пересчитываться. Логика заключается в этом. Какие метрики основные в FMCG? Это всегда продажи в натуральном выражении. Например, у нас в Даноне это были штуки. В Хамбле это тенге. Там не знаю, у каких-нибудь табачных изделий, насколько я знаю, у них важно, они считают все в штуках. Это количество активных клиентов и количество покрытия. Сейчас я бы хотел показать конкретный пример. На основании всего этого, какие такой самый топчик, топовый отчет, который нужен во всех FMCG-компаниях. Во всех торговых компаниях очень важно, самые-самые архиважные три метрики. Это то, за что головой отвечает генеральный директор. А если генеральный директор о чем-то сильно беспокоится, то, соответственно, все остальные тоже начинают беспокоиться. Это продажи против прошлого года. Как видите, вот в этом примере, здесь, конечно, фейковые данные, но мы видим, что компания растет. И вообще считается, что самые лучшие компании, они растут, называют double-digit growth, то есть от 10 и более процентов. Здесь у нас 6% компания растет. Далее идет против бюджета. То есть каждой любой организации примерно в октябре-ноябре месяца сформируется бюджет на следующий год. И мы видим, что по состоянию на конец сентября мы опережаем бюджет на 3%. То есть выполнили бюджет на 103%. Следующая самая важная метрика – это план продаж. План продаж обычно всегда выше, чем бюджет. Логика такая, что торговая команда, если им дашь ровный бюджет, они всегда могут расслабиться, не выполнить. Поэтому sales target всегда на процентов 10-15 выше, чем бюджет. Мы видим, что вот в нашем примере мы только 71% sales target выполнили. И фишка в том, что в принципе я потом могу поделиться с вами этим файлом. Если вы пойдете для развития вашей карьеры, когда-нибудь пойдете на собеседование в FMCG-компанию, если вы покажете этот отчет, то я, скорее всего, уверен, убежден, что скажут, давай, давай, нам такой отчет нужен, если он автоматизируется автоматически. Следующий отчет, который очень важен для FMCG. Слева мы видим иерархию продукта. Это на примере компании «Хамле». То есть у них есть две большие категории, это печеньки и шоколадки. У нас география такая, что мы продаем в крупных городах, Алматы, Астана, Караганда, по каналам. И важно видеть, какой канал растет, какой падает, какой город растет, какой падает. Мы видим продажи за этот год, план продаж, бюджет на этот год и продажи прошлого года. Здесь мы видим процент. Еще для клиентов, для бизнеса очень важно видеть продажи с начала года, то есть как вообще компания глобально себя ведет, продажи за месяц видеть скорость и даже продажи за день. Это более оперативная сводка. То есть что в Даноне, что в Хамле, это были самые ходовые отчеты, которые руководство и вообще вся компания запрашивала на ежедневной основе. Здесь также хотел сказать про Power BI. Поделиться немного своим личным опытом. На самом деле компания платила мне неплохие деньги за это и моей команде. Мы писали макросы, там какие-то базу данных делали. И когда я проходил курс по Power BI у Екатерины, там я видел, что все, что я делал на протяжении 10 лет, тратил в день по 2-3 часа, оказывается, сейчас это можно сделать двумя кликами в Power BI. И как бы было такое необычное двоякое чувство. С одной стороны, я понял, что вся моя работа оказалась теперь бессмысленной. А с другой стороны, я обрадовался, что я как бы все еще в тренде, что пора уже переходить на Power BI и мне, и нашим клиентам, компаниям. Потому что Power BI, она на более высоком уровне позволяет данные обрабатывать и формирует, в общем, отчеты. Поэтому Excel был как бы в свое время для меня лично неплохой школой. Макроса тоже. И сейчас мы полностью переходим именно в Power BI. И вот этот отчет, то, что мы в Excel делали в день, мы тратили примерно на полтора часа, то здесь, если настроить все правильно, он делается абсолютно автоматически, без участия человека. Это вот второй отчет, который я хотел вам показать. И, наконец, третий отчет. Это то же самое, но немного перевернутый отчет, где мы видим в фильтрации иерархию нашей географии и каналов, а в самом отчете мы видим структуру и продажи по нашим категориям и брендам. Если, например, я хочу сделать срез только по Алматы, вот это, кстати, вообще шикарный фильтр, его нет в Excel, иерархичный фильтр. Он вообще нереально удобный вообще для бизнеса. Мы здесь видим срез только по Алматы. Хотим, сделаем только по Астане и только по традиционной рознице. То есть это все здесь фильтруется и нарезается. Ну, еще раз резюмируем. Для любой торговой организации, если, повторюсь, именно торговая организация, FMCG, им важно видеть, как они ведут бизнес в течение месяца, в течение года, против бюджета, против плана продаж и против прошлого года. Ну, на этом, в принципе, мой доклад подходит к концу. Может быть, у вас есть вопросы? Вот это еще за программа? Да, спасибо за вопрос. Это называется Microsoft Power BI. Это как эволюционированный Excel, можно сказать. Именно для аналитики, если вы хотите быть хорошими аналитиками, то это самый лучший инструмент. Потому что даже такая крупная компания, как Колеса, ну, они всем это говорят, что они тоже используют Power BI для своей аналитики. Азат, спасибо большое. У нас еще будет время для того, чтобы задать Азат вопросы. У нас будет...